Всем привет дорогие друзья! С вами канал Обзор Времени и сегодня в нашем обзоре модель Casio Edifice с номером модели EQB700D2A. Это та самая серия Edifice, которая у нас с Bluetooth и соединяется со смартфоном. Это последняя из моделей, поэтому давайте быстрее распаковывать эти часы и посмотрим на них поближе. Вот такая коробка, не совсем стандартная, уже не банка круглая металлическая. Ее мы открываем, вкладыш поролоновый и тут в пакете находим наши часы. Первое, что бросается в глаза, глядя на эту модель, это размер корпуса. Никогда серия EQB не была маленькими по размеру и эта модель, конечно же, не исключение. Второе, это приятный синий цвет, мне нравился всегда в часах Edifice, они его делают никаким не пестрым, не очень ярким, все очень гармонично и приятно. Монотонная вот такая вставка в циферблат и вот такие окружности, которые просто переливаются и очень приятно смотрятся. Перейдем к материалам, это у нас нержавеющая сталь повсюду. Браслет, как вы видите, посередине отполирован из звенья, справа обычная текстура металла. Застежка у нас двумя фиксаторами по бокам, открывается как обычно. Задняя крышка у нас тоже по привычке на четырех винтах, на ней какие-то различные записи, пометки кнопок и так далее. Кнопки у нас две с одного боку и одна с левого. То есть получается здесь кнопочка для работы с функцией Bluetooth, здесь две кнопки уже непосредственно для работы с часами. Одна снизу, одна сверху и посередине выкручивающая коронка на резьбе. Стекло тоже интересное, если вы успели заметить по бликам, оно у нас сферическое, сферической формы. Вот. И оно у нас, конечно же, минеральное. Давайте рассмотрим циферблат поближе, на котором у нас присутствуют три циферблата поменьше и окошко для отображения текущего числа. С числом все понятно, на правом у нас отображается день недели, вот буквочки на секторе, и индикация связи по Bluetooth. На левом нижнем у нас отображается время другого города, а левый верхний показывает уровень заряда батарейки. Так как эти у нас часы с функцией Bluetooth, то давайте конкретно разбирать именно связку часы смартфон. Скачиваем приложение Casio Watch Plus. Тут нам предлагает определиться с нашим местоположением, даем добро. Тут можно выбрать, какие часы мы хотим подсоединить. Я выбираю, конечно же, Edifice, выбираю в списке EQB700. И тут же маленькой инструкции удерживайте в течение полторы секунды нижнюю левую клавишу, та клавиша, на которой есть значок Bluetooth. Удержал, и теперь жду. Как вы видите, часы начинают соединяться со смартфоном. Подключение удалось. И на смартфоне мы видим следующую информацию. Мы можем настраивать мировое время. Можем настраивать вообще часы. Мы видим здесь уровень заряда батареи. Он чуть меньше, чем полный. На часах заряд показан, в принципе, такой же. Уровень связи Bluetooth. Открываем меню. И можно настраивать часы. Конкретно регулировку времени. Настройка домашних положений стрелок. Кстати, обращу на это внимание, потому что в последнее время много кто пишет, что у них, например, по телефону показывается время, например, 14-15, а часы показывают совсем другое время. Поэтому заходим в эту функцию, выбираем нужную нам стрелку, например, минутную. Нажимаем вот сюда. И стрелка на экране должна совпадать с стрелкой на циферблате. Пусть она отмотается, и мы посмотрим. Отматывается оно, конечно, долго, потому что отматывается еще и в обратную сторону. Но для решения проблемы оно того стоит. И вот смотрите, например, стрелка на циферблате показана 12, точнее, наоборот, на экране 12, а на циферблате примерно 3 минуты. Чтобы откорректировать это положение, я выбираю... А, это секундная стрелка. Хорошо, давайте секундная стрелка. Я выбираю то положение стрелки, которое у нас есть по факту. После этого нажимаю «Отправить настройку в часы». И стрелка потом перегоняется. То есть теперь все настроено. Секундная стрелка и на экране, как вы видите, стоит в положении 12, и на циферблате также. Нажимаю кнопку «Готово». Отправить настройку в часы? Нет, потому что я это уже сделал. И часы начнут обратно свой ход. Также настройка летнего времени. Тоновый сигнал кнопки можно включить-выключить, чтобы нажатие кнопки не было слышно. Также мы можем настроить искатель телефона. Это та функция, с помощью которой мы зажимаем клавишу на часах. И телефон у нас найдется. То есть на телефоне будет играть мелодия. В принципе, все эти функции есть и в QB500, и в QB600. Все это я показывал. Можете смотреть все ссылки и аннотации, я оставлю в конце видео. По работе с мировым временем нажимаем непосредственно на эту функцию. Выбираем нужный нам город, пускай это будет Берлин. И нажимаю «Отправить настройку в часы». 12.11. Смотрим, как время перематывается. И показываю 12.11. В принципе, это весь интерфейс данного приложения, поэтому пригодится он больше всего тем людям, которые часто путешествуют или меняют свое местоположение. Или тем, кому лень клацать на кнопки, и хочется, чтобы часы просто работали точно, и показывали необходимое нам время и необходимую информацию в виде дня недели и сегодняшнего числа. В самом начале я заикнулся про большой размер, поэтому давайте я накину часы на руку и покажу, что действительно часы большие. Звенья в этом браслете, конечно же, вынимаются, глупых вопросов задавать точно не стоит. Ну а часы смотрятся вот так. По размеру, ну, не то что очень огромные, но явно больше среднего, как вы видите. Кисть у меня небольшая, но диаметр корпуса достаточно большой. Подсветки в этих часах нет, но есть водосащита в 10 бар. Это значит, что с этими часами можно попадать под дождь, мыться и плавать, но уже не погружаться под воду. Также есть солнечная батарейка, что является большим плюсом для часов, в которых есть функция Bluetooth. Иначе батарейка, которая работала бы автономно, она бы, конечно же, быстро разряжалась. Поэтому, если данная модель вам нравится, то приобретай ее по самой лучшей цене, перейдя по ссылке под видео. Введи наш промокод обзор времени и получи эти часы с гарантией, полным комплектом и доставкой по всей России. А если понравился сегодняшний обзор, то ставь лайк и обязательно подписывайся на наш канал. Пока!